У меня есть предложение для нее. Кандидат, за табуретку они проголосуют. Как вы считаете? Только не вырежу, что вы сейчас хотите предложить, выдвинуть в премьер-мнист Рината Усатова. Слушайте. Я угадала? Вы не угадали, это логично. Представьте себе лицо Зинаиды Петровны, Батрынчи, Цирди, других людей не пересекает. Кандидат Рина... Знаете, зачем, Наталья? Но надо людям сказать честно, без всяких исполнений, без всяких глупостей сказать, что, ребят, я иду кандидатам в премьер, за которого не должны голосовать. И не проголосовав, они подчеркивают свою позицию о том, что они хотят досрочных выборов. Вы официально предлагаете, мы можем считать, что посредством этой программы вы официально предлагаете Майя Санду выдвинуть вас в качестве премьер-мнист Рината Усатова? Мы же это говорим на всю страну, мы же не обсуждаем это с вами во время рекламы. Я понимаю, что за вас социалисты и группа Шорни проголосуют в качестве премьера. Не понимаю, а будучи уверен. А почему? Наталья, смотрите, первое, если они такие честные и хотят досрочных, то они не проголосуют. Есть вариант два, где мне нужно к пяти придется, в том случае, если будет риск того, что они все-таки попытаются что-то исполнить, чтобы избежать этого риска, тот, про который говорит партия ПАС, я обращусь к 51 депутату парламента отдельно, прям с трибуны, с папочкой, с конкретными обращениями. После этого проголосовать за меня, это просто невозможно. А с каким обращением вы собираетесь выступить? Я знаю, что им сказать, чтобы они не голосовали за меня ни сейчас, ни через год, ни через четыре, ни через десять. Ну, чтобы это не выглядело как популизм, скажите, откройте скопки. Наталья, ну вот давайте, ну а зачем открывать? Мы хотим сегодня, я хочу сегодня добиться досрочных парламентских выборов. Хорошо, конкретно, когда вы будете предлагать Майя Санду встретиться? Я не слежу за ее графиком, я так понимаю, завтра, послезавтра она должна вернуться. Она возвращается, да? Да, она возвращается, я попрошу встречу, на которой выскажу детально и обрисую ситуацию. Вы с кем-то из ее окружения уже обсудили этот план? Нет, не обсуждал ни с кем. Я его озвучивал некоторым людям за последние 24 часа, это всего несколько человек, как идея. Я говорю, слушай, ход хороший, потому что вы поймите. На ваш взгляд, ПАС, как отреагирует на это? Потому что Майя Санду все-таки вышла из ПАС, она больше не лигер партии. Как отреагирует ПАС? Слушайте, ну, с ПАС, ПАС за меня точно голосовать не будет. Вопрос ведь в том, что сегодня, так как нет официально оформленной коалиции, выдвигать кандидата на должность премьера может только президент. Я хочу сделать другое предложение. Вот есть неоформленная коалиция партии социалистов и партии Шорг, ну, которые отказываются о том, что они существуют, хотя они голосовали, о чем-то договорились. Я предлагаю другое. Уважаемая партия социалистов, подпишите, пожалуйста, коалицию на один день с демократами, тем более вы в ней уже были. Ну, с демократами же была партия социалистов. Мне не важно, кто меня выдвинет. Понимаете, просто сегодня, когда мы говорим про Майя Санду, чтобы меня было, только она. Если партия демократов... Но согласно решению Конституционного суда от 6 августа 2020 года и в случае отсутствия формализованной коалиции, формализованного большинства в парламенте, президент обязан выдвинуть кандидатуру. Не, не, правильно. После консультации фракции. Я говорю про то, чтобы не... То есть, сегодня по закону может только Майя Санду выдвинуть, но если есть официально оформленное большинство, оно имеет право предложить президенту кандидата. И в принципе президент, в случае, если откажется, может быть начата процедуру эпичной. Представляете, если Игорь Дадон искренний человек и на самом деле хочет досрочных выборов, значит, он берет вместе с демократами или что-то, предлагает меня, послушайте, чтобы не было сейчас спекуляций, пусть предложат Богдана Цирди. Богдана Цирди. Может выбрать любого пациента с костюжен выдвинуть.